Гореть нельзя, пожарные не работают. В Омской области разгорается скандал. Пожарные посты, которые находятся в деревнях, перешли на работу по новому графику. Дежурят в основном по ночам, а в некоторые дни и вовсе закрыты. По сути, сельчане остались без оперативной помощи. Почему сложилась такая ситуация, узнаете в нашем материале. Будний день. Поселок Соляное Черлакского района. Пожарный пост закрыт. Теперь здесь работают по новому графику, рассказывает старший водитель Андрей Кузов. Днем заходить на пост нельзя. Дежурство начинается с 4 часов дня и до 8 утра. Так работают уже второй месяц. Получается, что местным жителям днем лучше не гореть. До своего поста они не дозвонятся. Ближайшая пожарная часть в Черлаке в 30 километрах от поселка. Пока приедет машина, помощь может уже и не понадобиться. Однако Андрей Кузов уверяет, что несмотря на запреты, оставлять в беде сельчан не будут. Мы раздали визитки свои. Там указаны номера телефона нашего поста стационарного и сотовой телефона. Большинство людей звонят на сотовой телефона, сообщают. Но однозначно мы, получается, что мы деревню в обиде не оставим. Хоть как, будет выходной у нас, не будет выходной. Однозначно мы будем приедем и будем выезжать. И будем помогать людям. Аналогичная ситуация и в соседнем поселке Иртыш. Сегодня здесь пожарный пост и вовсе закрыт. Значит, сегодня селе Иртыш, пост Иртыш по графику закрыт на сутки. Поэтому здесь на данный момент никого нет. Старший водитель пожарного поста Андрей Панков показывает новый график, который ему прислали из управления противопожарной службы Омской области. По нему они работают второй месяц. В январе в итоге пост будет закрыт полных трое суток. И три дня пост будет работать с 16.00. То есть с 8 утра до 16.00 пост будет закрыт. То есть вкупе получается у нас пост временно выведено с боевого расчета 6 дней. Полных. То есть, а пожар, это такое дело, ну, никак не можешь подгадать. Будет этот пожар в этот день или нет? Люди в эти дни не горите. Люди в эти дни не горите, пожалуйста. Причина временного закрытия постов – это нежелание управления платить за переработку сотрудникам. Денег в казне нет даже повысить зарплату. Уже 8 лет она держится на уровне 8-9 тысяч рублей в месяц. А потому выйти из ситуации решили другим способом. Руководство сделало такой шаг. То есть пошло по пути наименьшего сопротивления. То есть, чтобы не оплачивать людям переработку, был введен гибкий график работы пожарного поста, на котором мы находимся, который подразумевает собой временное закрытие постов в течение, ну, грубо говоря, месяца. То есть принцип такой – наступила переработка у человека, он идет, отдыхает и до наступления следующего месяца пост, грубо говоря, закрыт. Раньше работали с переработками, но теперь руководство управления решило делать все по трудовому законодательству. А значит, переработок больше не будет, платить за них нечем. Директор управления Сергей Бурлевич приезжал к пожарным в поселок Иртыш и объяснял ситуацию. Эту встречу даже записали на видео. Из тех выделенных средств я сегодня не могу оплатить вам форму одежды в форме боевую. Либо зарплату заплатить, то нищемскую. А я так полагаю, 7-10 тысяч кому-то. Либо купить форму. Я же вам сказал, все, теперь переводим соответствие. Пост закрыт, закрыт, закрыли, повесили, опечатали, ушли. А если дом сгорит? Чей дом сгорит? Деревня у нас, вот тут 3 метра пожарных. Теперь приедут в федеральную. Не, ну 50 километров пока не приедут. Пока не приедут. Эти посты не относятся к региональному МЧС, а значит и финансируются исключительно из бюджета области. Всего подобных постов в регионе 120. Ситуация везде одинаковая. Получается, что областные чиновники умышленно подвергают опасности своих же жителей. Более того, сотрудников постов и вовсе могут наказать за то, что в нерабочее время они выехали на пожар спасать людей. Фактически гореть разрешили только по графику. Вряд ли это поймут жители, которым не приехали на помощь. Для чего тогда открывали пост? Была программа, открывают. Каждый раз открывали эти посты. И сейчас в нашем районе еще один пост открыли. И оказывается, можно их закрыть. И людям нужно объяснить то, что вы в эти дни, смотрите, не горите. А только на следующий день можете загореться, когда будут работать люди. Вот это очень страшно. Для чего действительно было все это открыто? У нас вот был случай, пост был закрыт, на другой день пожар. Благо, заступили в это время. А так бы сгорела бы квартира. Пожарные обращались к губернатору, но в правительстве слышать их не хотят. Говорят все по закону. Пожарные не отказываются работать. Им буквально это запрещают. И кажется, наши чиновники живут по принципу спасения утопающих – дело рук самих утопающих. А значит и надеяться сельчанам придется вновь только на себя. Максим Кабаненко, Александр Филиппов, Обком ТВ.